Привет, вы смотрите Тест ТВ, с вами Надя Лаптева, довольный Азик, лето на дворе, мы все очень рады вас видеть. Сегодня мы, к сожалению, не говорим о померанских шпицах, ребята, мы про вас помним, но они до нас просто не доехали, обещали обязательно на следующей неделе к нам приехать. Поэтому сегодня в прямом эфире у нас не менее интересная программа, мы говорим о шотландских кошках. У нас в гостях снова Марьяна, владелец питомника шотландских кошек Сейн Хантерс. Сейн Хантер. Здравствуйте. Марьян, шотландские кошки очень необычные, я вижу, что они разные, какие они бывают, вкратце. Для тех, кто не знает, мы в прямом эфире говорим о практическом применении, то есть вы для себя посмотрите все плюсы и минусы этой породы, и решите, нужна вам такая кошка или нет. В дебри залезать не будем, про историю коротенько. Шотландские кошки известны с 61-го года, они происходят от одной единственной кошкой Сьюзи, которая жила на ферме в Шотландии, от собственного и названия. Бывают шотландские кошки веслоухими и прямоухими. Вяжут их только прямоухих с веслоухими для того, чтобы было здоровое потомство. Вот это черное у нас веслоухое, да? Да, это веслоухий кот, как видите, вот у него голова вот такая вот с маленькими плотно прижатыми ушками к голове. Очень похож на тюленя, с длинными-длинными усами. Так, а прямоухий это у нас Роберто. Это Роберто, да, вот такой вот кот, он в полудлинной шерсти, тоже вот шотландцы бывают в полудлинной шерсти и в короткой шерсти. То есть любой человек может найти себе вообще вот шотландца по душе, в любом окрасе, в любом виде и какого угодно. Ну, я уже с ним подружилась, я знаю, что ему нравится. Волшебные витамины. Вот он у нас, прямоухий длинношерстный. А я правильно понимаю, что от одной кошки может родиться и веслоухий, и прямоухий? Да, они рождаются все с одинаковыми ушками, и кто-то в три недели складывает ушки, а у кого-то они остаются прямыми. Ну, сначала поговорим про то, как правильно выбрать шотландскую кошку. Для начала надо определиться, какую именно вы хотите. Начнем с веслоухой. Веслоухой, хорошо. Если мы хотим веслоухого котенка, то, естественно, мы обращаем внимание на плотность прилегания ушей. Шотландец – это круглая мордочка с маленькими плотно прижатыми ушками и длинным гибким хвостом. У котенка точно такая же круглая мордочка и точно такие уши. Да, то есть абсолютно. Если вам говорят, что у него прижмутся ушки с возрастом, не верьте, уши с возрастом могут только, наоборот, привстать. Это подвижный хрящ, и он, естественно, шевелит ухом, и он может привставать от жары на гормональном фоне. То есть на любом факторе, который влияет на хрящевую ткань. Вот эти кисточки на ушах у него такие необычные, они у котенка уже и видны? Да, да. То есть он такой же был в детстве, только меньше. И с длинными усами? И с длинными усами, да. А что там с хвостом? Какой хвост должен быть? Хвост должен быть длинным и гибким. Ага, окей. Это значит, что у шотландцев все хорошо с костяком, потому что порода довольно-таки сложна в разведении, и часто бывает, что вязки неправильные делаются, и, к сожалению, потом к году у ребенка начинаются проблемы со здоровьем, с опорно-двигательным суставом. У него еще очень необычные лапы. Они похожи на такие стриженные, кругленькие. Я не знаю, сможем показать или нет, крупно. Вот если его поставить на коленку. Вот. Вот какие у нас лапы. Сейчас мы покажем. Вот они какие. Просто такое впечатление, что, я не знаю, как подушки такие круглые. То есть это такие должны быть лапы, да? Да, да. А у длинно-прямоухих длинно-шерстных такие же? Абсолютно все то же самое. Вот абсолютно такая же кошка, с абсолютно теми же параметрами, только прямыми ушами. Все больше они ничем не различаются. Окей. Купили котенка, выбрали правильно, привезли домой. Что нужно, чем нужно обеспечить его дома? Что должно быть? Первая необходимость. Туалет, когтеточка, миска с едой, водой. Какие-то элементарные игрушки, чтобы ребенок себя чем-то мог занять. Про игрушки. Поехали. Что любят шотландцы? Любая игрушка. Абсолютно. Никогда ни один шотландец не отказывается от мышки, от игрушки с кошачьей мятой и вообще от любого фантика, от конфеты. То есть любая бумажка, любая игрушка подойдет. Шотландцы вообще они довольно-таки активные, подвижные кошки. При этом они очень ненавязчивые и они очень любят взаимодействовать с человеком. То есть они будут счастливы, если вы с ними будете играть. Ну, если вы заняты, они найдут чем себя занять. Какие нельзя игрушки? Ну, я думаю, тут мы говорим сейчас про всех кошек. Мы это как-то уже обсуждали, но так как многие люди смотрят нас впервые. Напоминаем, что мы в прямом эфире, ребята, можете нам звонить, задавать вопросы по поводу шотландских кошек, породы. Какие нельзя кошкам игрушки покупать? Я не советую резиновые мячики. Все, что можно отгрызть и проглотить. Это единственный, наверное, такой фактор, который нельзя. Кошки любят грызть мячики, особенно детки, когда у них меняются зубки. Поэтому следите, чтобы он ничего не съел инородного. Но что-то он как-то не сильно хочет играть. Витамины ему нравились больше, чем... Да, ну еда это вообще святое для Роберта. Роберт продается за еду. Вот дай мне витаминку сейчас. Роберта. Роберт. Красота. Цирк на арене. Пожалуйста, прямой эфир. Вот что делает, волшебная витаминка. Ребята, если бы вы знали, это просто обычные витамины. Я думала, что это какое-то мясо или еще что-то. Какие-то витамины обычные. Для тех, кому интересно, доктор Зу. Внимание, акция. Это не то. Для здоровья кожи и шерсти. Я никогда не думала, что кошка может что-то сделать за витаминку. Потому что среди моих знакомых есть кошки, которые не едят ни мяса, ни креветки. Они избалованы. Шотландцы не привередливы ни в еде, ни в уходе. Вообще порода на самом деле беспроблемная довольно-таки. Секунду, Мария. У нас есть прямой звонок. Добрый день, слушаем вас. Алло. Да, вы меня слушаете? Да, добрый день. Я хотела спросить, я смотрю, у вас кошки ведут себя очень спокойно. Это свойства породы или они у вас надрессированы так хорошо? Спасибо большое. А вы откуда нам звоните? Как вас зовут? Лена из Петрозаводска. О, отлично, очень приятно. Здравствуйте, Петрозаводска. Здравствуйте, Лена. Нет, это свойства породы. На самом деле многие заводчики в хороших питомниках ведут отбор, селекцию по характеру животного. То есть не допускаются в разведение нервные, истеричные животные, агрессивные. И это передается генетически. Это генетически наследуемый фактор. И, естественно, если много поколений спокойных животных, то они вот такими и будут, в общем-то, стрессоустойчивыми. Но мне очень нравится, что, несмотря на присутствие Азика, который, в принципе, никогда никого не трогает, но, в общем, это собака, да? Они так подошли, понюхали, посмотрели, что у меня там написано в компьютере, и освоились. В общем, прекрасно себя ведут. Товарищи беспроблемные, они прекрасно путешествуют, вообще живут в отелях, их можно брать с собой на дальние поездки в автомобиле, ездят вообще спокойно везде и всегда. Ох ты как! А вот тут, когда вот такие звуки издает, он мурлыкает, что это? Он что-то не нравится? Он разговаривает. Разговаривает? Он просто разговаривает. Шотландцы разговорчивая порода. Он говорит, почему это мне не дали витаминку? На. Вообще обидели Осика бедного. Я такое не ем. Но у него такой вид, вот эти ушки, приплюснутые глаза, и такое ощущение, что его обидели. Он такой ведь несчастный. У них по жизни такой вид, то есть шотландцы невозможно наказывать. Многие вот шотландец, допустим, напакостничал что-нибудь там, да, случайно тогда же. Его хотят наказать, он делает вот эти огромные глаза свои, смотрит на вас. Из мультика Шрек. Да, 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 вот таким взглядом, и просто хозяин тает. То есть на самом деле пользуется своей мимишной такой внешностью, вот кукольной абсолютно. То есть если говорить про их характер, они спокойные, уравновешенные, то есть это никак, я, может быть, ошибаюсь, по-моему, сиамские кошки, да? Ну это другой темперамент абсолютно, да, то есть сиамы, это же восточная группа, они более подвижные, они более такие экспрессивные. Шотландец, он спокойный. То есть если мы хотим, если вы хотите кошку для души, шотландец идеальный вариант, правильно? Ну я бы сказала, что это даже кошка подойдет детям, то есть их дети, очень многие же покупают семью с ребенком, их пеленают, одевают, катают в коляске. Они не царапаются? Нет. Не кусаются? У шотландца, ну, по крайней мере, в нашем питомнике мы ведем работу, ну, правда, по характерам, и они просто на генетическом уровне уже лишены вот этой агрессии к человеку. Они могут, да, там между собой какие-то устраивать разборки, но они в жизни не выпустят когти на человека, тем более специально. Случайно, если там ребенок или взрослый его придавит сильно, он, конечно, может поцарапать или укусить, но это будет скорее уже такой акт самозащиты, акт отчаяния. И даже когда он котенок, не будет и царапанных рук и ног, я очень часто вижу владельцев кошек, которые приходят, и их сразу видно, потому что у них и царапаны все руки. Ну, мы ведем работу, воспитываем. Котенок не покидает питомник раньше трех-четырех месяцев, и он, естественно, покидает уже полностью приученным к тому, что нельзя на человека выпускать когти. Маленький ребенок, это как, ну, маленький ребенок, он может случайно, да, в игре забыться, что-то еще как-то, вот, ну, а так нет, конечно. Взрослое животное никогда этого не сделает. Поговорим о питании. Чем кормить шотландских кошек? Что они любят? Чем вы кормите? Чем кормят другие заводчики? О, смотри, какой красавец! Мы в основном кормим сухим кормом, то есть, наверное, нас запинают потом ветеринары, но мы кормим сухими кормами, и плюс два-три раза в неделю они получают какое-то натуральное лакомство. То есть это либо мясо, либо консерва премиум класса, вот такие вот витаминки они, ну, это даже не витаминки, витаминизированное лакомство скорее. Вот они это все любят. И вода. Вода, естественно, свежая, фильтрованная вода. То есть просто некипяченая. Оскар не уходит. Он не уходит, он все время пытается залезть в эту коробку, мне это очень нравится. Ну, коробка, да, коробка это святое. Что может быть лучше, чем коробка? У нас есть звонок, добрый день, слышим вас. Алло. Да, добрый день. Вот как раз хорошо, что вы говорите о питании, как раз вовремя дозвонился. Вот такая вечная тема. Все говорят, что ну нельзя кошку кормить от стола, нельзя там давать ей сырое мясо или сырую рыбу. Вот что делать, если просит? Вот просит, смотрит на тебя этими грустными шотландскими глазами, умаляющими. Вот можно дать вот маленький какой-то кусочек какой-то вредной вкусняшки или все-таки нет? А как вас зовут? Вы откуда? Добрый день. Я Максим из Нижневартовска. Очень приятно, Максим. Ну, такой забавный вопрос, что же делать, когда шотландец смотрит на тебя и говорит, please. У нас в зоомагазинах огромный выбор лакомств для кошек. Это вяленое мясо может быть, да, это могут быть вот витаминизированные лакомства, они бывают с сыром, с лососем вкусовые. Дайте ему это, он будет счастлив. Ну, а как, вот если говорить про всякие вкусняшки для кошек, как часто можно их давать? Потому что я помню в свое время, я Азику покупала вкусняшки, когда он только появился у нас, и давала их постоянно. Мне казалось, ему так нравится, так вкусно, все отлично. И где-то через неделю он у меня весь потек, потекли глаза, весь зачесался. Ну, в общем, аллергия. Аллергия, да. Случилась аллергия. Ну, честно, 3-4 раза в неделю можно по чуть-чуть давать, надо просто знать меру. Как и любое животное, аллергия можно накопить, да, то есть я не советовала бы покупать много куриного. То есть курица, как одна из самых аллергичных продуктов, таких считается все-таки для кошек и для собак, для многих. Вот покупайте утку, говядину. Можно вообще купить говядину, вырезку, проморозить ее 3 дня и давать ему говядину потом эту размороженную кусочками. А можно ли давать им молочные продукты, там, сметану, молоко? Если не вызывает расслабление стула, то да, почему нет? Никаких проблем нет с этим. Вот они едят творожок, пьют активию твороженную, вот это очень любят, кстати, без вкуса, ну, которые без добавок вкусовых, естественно, прекрасно себя при этом чувствуют. Вот вообще не страдают никакими запорами, поносами и так далее, и отлично выставляются, и вообще ведут активный образ жизни дома. Теперь поговорим, как ухаживать за этими кошками, как ухаживать за длинношерстной, как ухаживать за краткошерстной, нужно ли их мыть, чем их расчесывать, и как они к этому относятся? Ну, шотландец, так как он ориентирован на человека вообще, любая процедура будет доставлять ему удовольствие. То есть расческа, дома святая вещь, ее берешь в руки, тут же собирается толпа кошек, чтобы их причесали. Вот, поэтому если вы будете его раз в неделю, два раза в неделю причесывать, кот будет мега счастлив. Вот расчесывать можно вот такими сликерами, допустим, здесь длинные мягкие вот такие зубчики. Вот, но это специальная расческа, это выставочная. В зоомагазинах можно купить варианты попроще просто. То есть вот таким образом, да? Можно против шерсти. А ему не неприятно, когда против шерсти? Нет, шотландцы очень любят против шерсти вообще вот такие вот. Он весь так наэлектролизовался? Да, ну у них шерсть вообще вот такая вот она. Можно шотландцы вообще вот про характер, если говорить, да? То есть вот мы берем. Ой, кошмар какой! Бедный, несчастный. Сейчас нас Greenpeace тут звонками одолеет. Нет, все, коту нормально. То есть ему нравится? Кот любит вообще, когда вот их тискают, когда их жмякают, расчесываться, да, вот. Вот так вот Оскара, например, того же самого короткошерстного кота. Такой же расческой? Можно абсолютно такой же расческой. А она его не расцарапает? Нет, она мягкая, вот, по-другому. Такие мягкие зубчики. А еще какая-то есть расческа? Можно обычную расческу, как человеческая, вот, ну, с капельками на конце, да. Можно щетку взять вот для короткошерстного кота. Да, вообще по поводу, ну, причесывания раз в неделю, два раза в неделю. Мытье, ну, наверное, я бы рекомендовала в период линьки сходить все-таки в грумингу, на груминг, да, помыть кота, чтобы сделать экспресс-линьку, вычесать его уже там фурминатором каким-нибудь. О, сейчас мы про это поговорим. Кстати, экспресс-линк, это очень интересно, потому что мы с Марьяной как-то об этом говорили. Я об этом вообще первый раз слышу. Значит, еще раз, расчесывать кошку нужно обязательно два раза в неделю. Я вам скажу почему, потому что я несколько раз видела кошек, не поверите, с колтунами, и это ужасно. То есть казалось бы, да, ну как кошка может быть с колтунами? Это вам не нюнфаундленд какой-то, которого не чесали там месяцами. Оказывается, такое бывает. Поэтому если вы завели котенка любой породой, а уж тем более прямоухую, длинношерстную шатласку... Они есть вислоухие, это выглядит вот так. А, нет, прямоухая. Ну вот, вислоухая. А, вислоухая, я путаю. Вот такое. Вислоухая, да, окей. Вот такие могут быть. В любом случае нужно ее расчесывать. Итак, что такое экспресс-линка? Экспресс-линка – это когда грумер вычесывает кошку специальной расческой под названием фурминатор, убирает весь лишний подшерсток, все отмершие волоски. Вот, и у вас в кошке обновляется шерсть быстрее на самом деле, то есть она перелинивает намного быстрее. Получается, что грумер убрал вот все, что уже отмерло. Это подходит для всех пород? Абсолютно для всех. И насколько это безопасно? Абсолютно безопасно. То есть это просто расческой вычесывается вся умершая шерсть уже. Во-первых, у вас дома меньше шерсти, и кошке намного легче, потому что у нее не забиваются поры, и кожа дышит. Сейчас мы продолжим, и сейчас идем на рекламу. Мы напоминаем о том, что мы говорим сегодня в прямом эфире о шотландских кошках. Ребята, звоните нам после рекламы. Увидимся. Итак, мы продолжаем говорить в прямом эфире про шотландскую породу кошек. Те, кто любит кошек, уже являются владельцами или только хотят стать ими, у вас есть прекрасная возможность задавать нам вопросы, на которые Марьяна с удовольствием ответит. Итак, мы говорили про уход за шерстью. То есть мы можем делать экспресс-линьку, мы можем их причесывать, и обязательно должны это делать несколько раз в неделю. А вот такой вопрос. А можно ли кошку длинношерстную стричь? Можно. А сколько это вредит шерсти, если кошка выставочная? Не вредит. Абсолютно? Абсолютно никак не вредит. Это то же самое, что побрить человека. То есть сбрить человеку волосы. Все то же самое. Сбривается, остается полтора миллиметра кожа, шерсть на коже. И она потом просто обрастает. Можно побрить даже такого кота. Ну, это просто жалко. И не нужно, наверное. Почему многие, находя его на лето, допустим, когда жара стоит 30-градусная, 40-градусная, так как у них плотный подшерсток очень, они бреют шотландцев. Напоминаем о том, что мы в прямом эфире. Вы можете задавать нам вопросы по телефону плюс 7-812-715-87-82. Также вы можете задавать свои вопросы уже после эфира нам на канале YouTube.тест.тв или стучаться нам в Skype. Они у нас разбежались. Сколько стоит шотландский котенок? Ну, начнем с того, что шотландский котенок не может стоить дешево. Это не 3 тысячи и не 5 тысяч. Шотландские котята начинают с цены от 15 тысяч и выше. Ну, это под кастрацию, естественно. То есть в разведении шотландцы стоят намного больше. Ого! То есть цена может колебаться от 60 тысяч и того, что гораздо. Как, например, нам... Ну, то есть это очень дорого, безусловно, но как нам убедиться в том, что когда ты покупаешь котенка, например, за 60 тысяч рублей... Ребята, вы можете себе представить, кошка стоит 60 тысяч рублей. Вот он вам такой вот минус сегодня. Мы сегодня подводим плюсы и минусы этой породы. Огромный минус. Но... Но это вы в разведении покупаете. Да, да, да. Почтите, да. В разведении. Как мы убедимся в том, что это вот котенок подходящий, правильный и так далее? Ой, на самом деле надо перелопатить большое количество литературы, пообщаться с экспертами на выставках, посмотреть, какие животные выставляются. Да, результаты работы питомника. То есть очень показательно, когда питомник регулярно выставляется, его животные побеждают на выставках. То есть обычно все питомники, заводчики выкладывают результаты, хвастаются. Можно приехать к заводчику домой. Ну, я бы даже советовала это сделать и посмотреть, в каких условиях живут котята, хозяева. Уравновешенные ли они или нет? Да, вы приходите, допустим, домой, и если все животные разбегаются, ну, на мой взгляд, это ничего хорошего нет в этом. То есть обычная ситуация, если приходит новый человек, и они начинают... Они встречают. Большая часть кошек выходят встречать, посмотрят, кто приходит, проверяют сумку того, кто пришел, что в ней интересного. Идут потом с вами, тусят на кухне или в гостиной, где вы сидите. Прекрасно с чужим человеком играют, вот вальяжно вот так же валяются. Вот нормальная психика шотландца. Пожалуйста, да, вот Роберт Поваляшка такой. То есть еще раз, для тех, кто только что включился, мы говорим про шотландскую породу кошек, и вот мы уже говорили в первой части программы о том, что они абсолютно спокойные, абсолютно уравновешенные, они прекрасно подходят детям, они не царапаются, не кусаются. Такая вот отличная спокойная порода. И я так понимаю, что в первую очередь, если ты покупаешь дорогую кошку, в первую очередь меня бы лично волновало именно поведение. Плевать, что ухо встало или не встало. Нет, но вся прелесть же шотландского веслоухого котенка, именно вообще кошки, в том, что у нее вот эта круглая мордашка без ушей получается. То есть вот в чем плюс-то самый такой вот их. Интересно, каким образом этого достигали? Ну так, отвлекайся. От селекции, долгие годы селекции, правильный подбор пар хороших производителей вот с такими ушами. То есть надо смотреть. Очень важно, чтобы за вот таким прямоухим животным, которое участвует в разведении, стояли вот такие же фолды и страйты, за которыми стоят точно такие же хорошие фолды с плотными ушами. Это генетика. То есть ген накоплений влияет на ухо вот этот. И от родителей мы получаем вот такие уши. Какое у них здоровье? Бывают ли проблемы со здоровьем? Если да, что и как с этим бороться? Ну, проблемы со здоровьем, наверное, могут быть такие же, как и у самой обычной кошки. То есть неправильное кормление, неправильные условия содержания, простудился, не знаю, не то, что что-то съел. Из особенностей породы правильно. Ну, правда, обращайте внимание на того, у кого покупаете и какие родители. Хороший ли это питомник шотландец, так как это довольно-таки сложная порода в разведении. И правда, подбор пар это долго, муторно. И очень все нужно спланировать правильно. Он не может просто стоить дешево физически, потому что производители дорогие, довольно-таки качественные, чтобы они были. И шотландские котята вот такие вот долгие годы работы. Но у них, например, за счет того, что вот у этих веслоухих, у них бывают проблемы с ушами или нет? Нет, это абсолютно нормальное сформированное ухо, просто вот генетическая мутация такая, что оно сложено вперед. А глаза у них текут или не текут? Ну, за счет короткой мордочки могут немножко подтекать, особенно в момент формирования и роста, так как слезный канал может не успевать развиваться за всем остальным организмом. Ну, а во взрослом? Нет, проходит обычно. Слушай, я вот сейчас смотрю, у них все в порядке. Слушай, я вот не люблю, когда у кошек текут глаза, это очень некрасиво. Ну, смотрите, очень часто разведенцы, назовем их правильно, давайте говорить своими именами, называть людей. Есть разведенцы, которые продают вам котят по 3-5 тысяч. Они с короткими мордами, с приподнятыми ушками и текущими глазами, потому что там используется не только шотландская прямоухая порода и шотландская веслоухая в разведении, но и персы, экзоты, британцы. Британец, например, очень утяжеляет костяк. Шотландец не должен быть таким же крупным и массивным, как британец. Он должен быть более растянутым. От персов они могут получить вот эти слезящиеся глаза, потому что у персов очень короткая морда, вздернутая за счет строения головы, и у них вот это и течет все. Поэтому, когда вы выбираете котенка, обращайте внимание, от кого он все-таки. Напоминаю о том, что мы в прямом эфире сегодня говорим про шотландскую породу кошек, веслоухую и прямоухую. Что-то я еще хотела спросить такое необычное. Забыла. Давайте, кстати говоря, еще вот что. Когда мы привезли их домой, мы купили миски и еду, все поставили. А какие туалеты любят шотландцы? Любые. Если у вас одна кошка, она будет прекрасно ходить в туалет с сеткой. Если их несколько, поставьте ей горшок с наполнителем. Закрытые, открытые? Любой, в общем-то. У меня дома закрытые горшки, мне просто так больше нравится. Само это, на мой взгляд, более эстетично выглядит. Что это вот они сходили, извините, за день там накакали все, и я прихожу домой, и это сразу не вижу хотя бы. Вот, так что у меня горшки стоят в коридоре. Окей, а что-то еще нужно им дома поставить? Или, в принципе... Когтеточка. Когтеточка. Обязательно когтеточка. Шотландцы очень любят когтеточки столбиками, чтобы вытягиваться в полный рост, вот, точить когти. То есть, учитывайте размер кота, да, все-таки на вырост лучше брать, потому что они забираются по ним. Шотландцы довольно-таки активны, они прекрасно везде ползают, лазают, но при этом никогда ничего специально не громят. Как они общаются с другими животными, например, с собаками и с другими кошками? Великолепно. То есть проблем нет? Ну, за счет того, что шотландец вот такой вот, он ладит со всеми, он не конфликтен. То есть, если даже на него будут шипеть, шотландец отойдет в сторону, переждет этот момент, он никогда не пойдет в драку. То есть, не будет выяснять отношения и как-то унижать или уничтожать другое животное в доме. Хорошо. Какие минусы у шотландцев с вашей профессиональной точки зрения? Вы знаете про них все. Какие минусы у этой породы? Кроме цены, которая сумасшедшая. Цена, на самом деле, невысокая. 15 тысяч за котенка с документами, это 15-20 тысяч за свою мечту, за то, чтобы иметь кукольного ребенка дома, такого, с документами, с прививками, полностью приучено. Это немного. Ну, наверное, это немного, но все равно за целых 15 тысяч рублей. В общем-то. Нас сейчас смотрит вся Россия, и 15 тысяч рублей все равно это очень много. Но все-таки какие минусы еще? Минусы. Шотландцы не самая порода такая, которая любит сидеть на руках, на коленках. Наверное, вот это минус, который, если человек хочет, чтобы у него кошка прямо не слезала с коленок, это не шотландец. Шотландец будет сидеть рядом с вами, около вас, может лапами положить и голову вам на коленки. То есть вот так вот его взять каказик, и сейчас я его просто держу, не получится. Он потерпит полчаса вас, допустим, но потом он уйдет. То есть, ну, шотландцы не любят сидеть на коленках. Вот именно вот, чтобы на коленках вот здесь вот. Если вы легли спать, он придет к вам на грудь спать, либо на ноги. То есть это как обычная кошка, все хорошо. Но вот специально, чтобы он пришел на коленки, допустим, ну, не все любят. То есть многие шотландцы этого не делают просто. Они рядом с человеком предпочитают находиться. Это не восточная группа кошек, это не сиамы, не ориенталы, там не корниш-рексы, допустим, которые просто не слезают с человека. Шотландец – кошка-компаньон, которая рядом, всегда рядом. Если вы занимаетесь домашними делами, он будет рядом. А шотландец – попрошайка? Да. Попрошайка, да? Попрошайка. Еще какая причем? Особенно вот этот попрошайка у нас дома, да, такой. Хорошо, теперь подводим итоги, плюсы и минусы. Сегодня мы говорили в прямом эфире про шотландскую породу кошек, веслоухие и прямоухие. Да. Я все время хочу сказать длинноухие. Но плюсы. Во-первых, это очень симпатичная кошка, особенно веслоухая. Она похожа на такого морского котика из мультфильма. Это уравновешенная кошка, которая не царапается, не кусается, прекрасно ладит с детьми и со всеми обитателями дома, будь то животные или люди, неприхотлива, питается всем, чем угодно, насколько я поняла. Ну, да, в общем-то, но лучше, конечно, кормить профессиональными кормами. Окей. Кошка. Теперь про минусы поговорим. Значит, за этой кошкой нужно ухаживать, нужно два раза в неделю ее причесывать, но я думаю, это несложно. Эта кошка очень дорогая, она стоит от 15 тысяч рублей и до 60 и выше. Я считаю, это самым большим ее минусом. Но и минус в том, что она не сидит на руках. То есть все-таки она будет всегда рядом с вами, но она такая достаточно самодостаточная, с каким-то таким своим особым характером. Нордическое спокойствие. Нордическое спокойствие. Если вы, посмотрев нашу программу, решили, что эта кошка вам подходит, то мы очень будем этому рады. Или наоборот, не подходит. Марьяна, что-то мы можем еще добавить? Потому что у нас программа сейчас заканчивается. Все? Про все рассказали? Ну, наверное, тогда. Наверное, да? Пожалуйста, телезрители, когда покупаете котенка, обратите внимание, что у него должны быть документы из клуба, паспорт с прививками по возрасту и договор с питомником, ну, либо с заводчиком, если у него нет питомника, купли-продажи котенка. Это залог того, что вы покупаете здоровое животное и именно породистое. Да, и самое главное, что если возникают какие-то проблемы, то у вас всегда есть этот договор. Это очень важно. Есть заводчик, которому можно позвонить в любое время дня и ночи. Да, и сказать, я у вас купил веслоухово, а вы мне дали прямоухово. Такого, я надеюсь, никогда ни у кого не будет. Окей, вы смотрели ТСТВ, сегодня мы говорили про шотландскую породу кошек. Ребята, про померанских шпицов обязательно мы в следующий раз расскажем, еще раз приносим свои извинения. Задавайте нам свои вопросы на нашем канале на YouTube на test.tv. Звоните нам, пишите. Увидимся через неделю. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова